Возникновение и усиление газопроявления Возникновение и усиление газопроявления в открытый фонтан Поэтому при строительстве скважин одной из первостепенных задач в деле их безаварийной проводки является предупреждение поступления пластовых флюидов скважин Предупреждение поступления пластового флюида Под предупреждением поступления пластового флюида понимается ограничение его притока ниже допустимого предела и удаление его из скважины при выполнении любых работ Для выполнения этой задачи необходимо выполнять ряд требований предъявляемых к технологии ведения буровых работ Конструкции скважин Оборудованию и схемам обвязки густья скважины Обученностью персонала предприятий бурения Скрытию продуктивных горизонтов Требования предъявляемые к технологии ведения буровых работ С целью предупреждения поступления пластовых флюидов в скважину при проведении основных технологических операций Не допускается снижение забойного давления ниже пластового Для чего необходимо проводить промывку скважины перед подъемом инструмента для вымыва забойной пачки Удаление легких пачек жидкости при установке различных ванн Выравнивание параметров бурового раствора и так далее Своевременный регламентированный долив скважины при подъеме бурильного инструмента с контролем и записью в журнале Качественную дегазацию бурового раствора с записью в журнале его плотности до и после дегазации Контроль и химическую обработку бурового раствора для регулирования реологических свойств А также для снижения сальника образования с целью уменьшения гидродинамических давлений И не допущение поршневания при подъеме бурильной колонны Бурение скважин с частичным или полным поглощением бурового раствора И возможным флюидопроявлением проводится по утвержденному специальному плану Согласованному с заказчиком, проектировщиком и противофонтанной службой При установке в ванн гидростатическое давление столба бурового раствора и жидкости ванны Нефть, вода, кислота должно превышать пластовое Подъем бурильной трубы при наличии сифона или поршневания запрещается При их появлении подъем следует прекратить Провести промывку с вращением и расхаживанием бурильной колонны К подъему бурильной колонны из скважины, в которой произошло поглощение бурового раствора При возможном газонефтеводопроявлении Разрешается приступать только после заполнения скважины до устья и при отсутствии перелива При этом следует очень тщательно следить за объемом вытесняемого и доливаемого раствора При спускоподъемных операциях Число свечей, поднимаемых без долива, определяется проектом Или же скважина доливается до устья после каждой свечи Процесс строительства скважины обеспечивается средствами контроля всех технологических параметров Требования, предъявляемые к конструкции скважин, обсадным колоннам Конструкция скважины, выбор обсадных труб Технология спуска и цементирования колонн, высота подъема цемента, оборудование устья Должны соответствовать требованиям правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности Выбор обсадных труб и расчет обсадных колонн на прочность Проводятся с учетом максимальных ожидаемых избыточных наружных и внутренних давлений При полном замещении раствора пластовым флюидом А также осевых нагрузок на трубы на стадиях строительства и эксплуатации скважин Обсадная колонна должна обеспечивать герметичность скважины В случаях газонефтеводопроявлений, выбросов и открытого фонтанирования С учетом дополнительного давления, необходимого для их ликвидации Выдерживать давление гидростатического столба бурового раствора максимальной плотности Выдерживать максимальные сминающие нагрузки В случае открытого фонтанирования или поглощения с падением уровня бурового раствора Тип резьбового соединения обсадных труб должен соответствовать ожидаемому давлению флюида Величины крутящего момента из-за хода ниппеля в муфту при свинчивании обсадных труб А также герметизирующие смазки и технология их применения Должны соответствовать рекомендациям поставщика труб Или специальным инструкциям для данного типоразмера труб В пуске обсадной колонны следует регулярно заполнять ее буровым раствором И наблюдать за количеством раствора, вытесняемого из-за трубного пространства А также регулярно замерять его плотность и вязкость Плотность тампонирующего раствора должна быть больше или равна Плотности промывочной жипы заполнена скважина При тампонировании раствора в меньшей плотности недопустимо Вставшим нефтеводопроявлении запрещается приступать к спуску колонн Пытание обсадных колонн и межколонного пространства на герметичность Проводится опрессовкой в соответствии с инструкцией по испытанию скважин на герметичность В процессе бурения промежуточная колонна в соответствии с проектом Проверяется на износ для определения ее остаточной прочности Повторные опрессовки устьевых частей обсадных колонн совместно с противовыбросовым оборудованием Позводятся по разработанным и утвержденным в буровых предприятиях памятам Конструкция устья скважины, колонных головок и противовыбросового оборудования Должны объединять при устьевой части от истирания и повреждения Требования предъявляемые к оборудованию и схемам обвязки устья скважин Буровые предприятия, руководствуясь техническим проектом на скважины Будет выбор превентерной установки, кольдов, линий дрессирования и гидроуправления Блока дрессилирования и апнофакельной установки В зависимости от конкретных условий и коррозионной активности среды Для выполнения следующих технологических операций Герметизации устья скважины при спущенных бурильных трубах и без них Вымывая флюида из скважины по принятой технологии Подвески колонны бурильных труб на плашках превентера после закрытия Монтаж дополнительного оборудования на случай открытого фонтанирования Перерезывание бурильной колонны Контроля за состоянием скважины во время глушения Расхаживание бурильной колонны при загерметизированном устье для предотвращения ее прихвата Спуска или подъема части или всей бурильной колонны при герметично закрытом устье При этом схема установки и обвязки противовыбросового оборудования Разрабатывается буровым предприятием на основе действующего государственного стандарта И согласовывается с заказчиком, противофонтанной службой и органами Госгортехнадзора И утверждается в установленном порядке Монтаж противовыбросового оборудования и последующая его эксплуатация Должны осуществляться в строгом соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации Правилам безопасности, в нефтяной и газовой промышленности и другими нормативными документами Требования к обученности персонала предприятий бурения Руководство бурового предприятия обязано обеспечить плановое обучение инженерно-технических работников и рабочих Которое должно проводиться в специализированных учебных центрах, имеющих соответствующую лицензию Обучение членов буровой бригады практическим действием по ликвидации газонефтеводопроявлений Проводится согласно типовой инструкции по предприятию и первичным действиям вахты по ликвидации газонефтеводопроявлений Обучение проводится в специально оборудованных классах с отработкой практических действий по управлению скважиной на тренажерах и действующих буровых Обязательно проведение учебной тревоги в выброс Периодичность и продолжительность противофонтанной подготовки персонала предприятий должна быть не менее указанной в таблице Для специалистов Главный инженер, главный технолог, технологи районных и центральных инженерно-технологических служб Специалисты по растворам, креплению и освоению скважин Один раз в три года в специализированных учебных центрах по 6-10 дней Для мастеров, начальников буровых по бурению, по освоению скважин Один раз в три года в специализированных учебных классах по 6-8 дней Для рабочих, бригад буровых и освоения скважин Ежегодно на местах в учебных классах по 2-3 дня Для бурильщиков Ежегодно на местах по 2-3 дня И один раз в три года в специализированных учебных центрах по 6-8 дней Допуск к работе на буровой лиц, не прошедших обучение по вышеуказанному курсу Или с просроченным допуском, запрещается Подготовительные работы к вскрытию напорного горизонта После спуска и цементирования промежуточной колонны Устье скважины необходимо оборудовать противовыбросовым оборудованием Согласно утвержденной схеме Согласно произвести профилактический ремонт бурового оборудования Проверить соосность вышки с устем скважины И при необходимости отцентрировать Составить соответствующий акт Провести дополнительный инструктаж под роспись И тренировочные занятия по планам ликвидации возможных аварий Со всеми рабочими и инженерно-техническими работниками Осуществляющими бурение скважин В том числе по оказанию доврачебной помощи И при необходимости использованию противогазов и других средств индивидуальной защиты Семь газонефтеводоносных пластов немедленно На буровой необходимо иметь постоянный запас бурового раствора В количестве равном объему скважины А также запас химреагентов В том числе нейтрализующих сероводород, утяжелителя И других материалов В количествах необходимых для приготовления бурового раствора В объеме скважины На скважинах со сложным геологическим строением И при этом на море За 100 метров до предполагаемого вскрытия напола Установить станцию геолого-технологического контроля ГТК С целью уточнения реперов Пластовых и давлений гидроразрыва А также оборужение газонефтеводопроявлений Делить маршруты для выхода работников Из опасных при аварийных ситуациях Связанных с газонефтеводопроявлением Обеспечить между буровой и станцией геолого-технологического контроля Руководством предприятия и военизированной частью Круглосуточную и бесперебойную радиотелефонную связь Разработать и утвердить регламент штатного вымова пачки флюида При обнаружении его поступления В количествах, не превышающих допустимый объем неуправляемого притока И последующего доведения параметров бурового раствора до проектных При выполнении различных технологических операций Бурение, промывка, спускоподъемные операции и так далее Довести до сведения буровой бригады следующую информацию Допустимый объем поступления пластового флюида Давление на стояке при восстановлении циркуляции Периодичность долива скважины при подъеме инструмента Допустимая скорость спуска труб Объем вытесняемого раствора при спуске через пять свечей Давление опрессовки обсадной колонны Или допустимое давление с учетом прочности обсадной колонны Давление гидроразрыва наименее прочных пород у башмака обсадной колонны Расстояние от стола ротора до плашек верхнего превента До начала вскрытия напорного пласта Провести контрольные замеры и составить тарировочные таблицы По доливу скважины при подъеме инструмента По объему вытесненного бурового раствора при спуске инструмента При оперативном управлении строительством скважин Персоналу буровой бригады и инженерно-техническим службам С целью предупреждения газонефтеводопроявлений Необходимо Буровой вахте в начале смены Проверять работоспособность противовыбросового оборудования Средств дегазации Запас раствора, химреагентов, утяжелителя Особое внимание уделять проверке работоспособности И положение задвижек на блоках дросселирования и глушения На основании информации, получаемой со станции ГТК Или результатов геофизических исследований А также по результатам проведенных опрессовок Проводить поверочный расчет по уточнению допустимого дельного объемов Неуправляемого притока флюида скважины Об уменьшении допустимого и предельного объемов неуправляемого притока Сообщить руководству бурового предприятия Дежурному станции ГТК и буровому мастеру О возникновении несовместимых условий бурения Сообщить руководству бурового предприятия Снять им решение об изменении дальнейшего регламента буровых работ А дежурному станции ГТК и руководителю буровых работ Сообщить о недопустимости вскрытия флюидосодержащего горизонта До принятия решения Буровому мастеру или бурильщику Руководителю вахты буровой бригады При обнаружении притока флюида В области предупреждения газонефтеводопроявлений Загерметизировать устье скважины Оповестить руководство И осуществить вымыв флюида В соответствии с утвержденным регламентом Раннее обнаружение газонефтеводопроявлений Обнаружение притока пластового флюида В полной мере обеспечивается средствами контроля За процессом строительства скважины И зависит от точности измерительных средств Которые определяют нижнюю границу объема притока флюида Для зоны предупреждения газонефтеводопроявлений На поступление пластового флюида в скважину Указывают прямые признаки газонефтеводопроявлений Увеличение объема уровня бурового раствора в приемной емкости Повышение расхода скорости выходящего потока бурового раствора Из скважины при постоянной подаче буровых насосов Уменьшение противорасчетного объема бурового раствора Доливаемого в затрудное пространство скважины При подъеме инструмента Увеличение противорасчетного объема бурового раствора в приемной емкости При спуске бурильной колонны Повышение газосодержания в буровом растворе И снижение его плотности Перелив скважины при остановленных насосах Косвенные признаки, предупреждающие о возможности возникновения газонефтеводопроявления Изменение давления на буровых насосах Увеличение механической скорости проходки Изменение параметров бурового раствора Увеличение крутящего момента на роторе С целью своевременного обнаружения газонефтеводопроявлений в процессе бурения Необходимо постоянно контролировать Объем, уровень бурового раствора в приемной емкости Газосодержание бурового раствора Плотность и другие свойства бурового раствора Скорость выходящего потока Механическую скорость проходки Крутящий момент на роторе Порядок и способ организации контроля по обнаружению неуправляемого притока Определению его объема Принятию решения о возникновении газонефтеводопроявления И необходимости его ликвидации Зависит от вида технологических операций и работ на буровой При бурении, проработке, забойной или промежуточной промывке Осуществляется непрерывный контроль Что позволяет выявить прямые признаки притока флюидов скважин Для своевременного обнаружения газонефтеводопроявления По контролю уровня или объема бурового раствора Необходимо изолировать приемную емкость Через которую ведется циркуляция Установить контроль за исходным уровнем бурового раствора После возобновления циркуляции Перераспределение объемов бурового раствора приемных емкостях Переключение насосов Введение добавок в буровой раствор Могут проводиться только с разрешения бурильщика С корректировкой положения исходного уровня Для своевременного обнаружения притока по контролю за изменением расхода на выходе Необходимо определять При наличии станции ГТК Накопленный избыточный объем на выходе из скважины То есть сумму произведения дифференциального расхода на время При отсутствии станции ГТК Момент времени, когда расход на выходе из скважины Увеличится более чем на 10% Для своевременного обнаружения притока по изменению газосодержания Необходимо установить величину фонового содержания газа До вскрытия флюидосодержащего горизонта Зафиксировать момент превышения газосодержания На 0,5% выше фонового При обнаружении того факта Что объем притока флюида не превышает допустимого Необходимо остановить циркуляцию И наблюдать за выходом раствора из скважины Постоянно контролировать количество спущенных свечей И объем вытесненного из скважины бурового раствора Сопоставляя его с тарировочной таблицей При увеличении объема приемной емкости По сравнению с таблицей на 1 кубометр Принять меры по ликвидации газонефтеводопроявления При простоях без циркуляции Признаком неуправляемого притока флюидов скважину И газонефтеводопроявления Является перелив и увеличение объема бурового раствора В приемной емкости Для своевременного обнаружения неуправляемого притока Необходимо зафиксировать величину уровня В изолированной приемной емкости Через 3 минуты после выключения насосов Или в начале простоя Через определенные промежутки времени 5-10 минут Контролировать величину уровня приемной емкости Индикатором начала перелива Может служить сигнал Об отклонении положения лопатки Измерителя расхода на выходе При обнаружении того факта Что увеличение объема в приемной емкости Не превышает допустимый И если перелив прекратился То это свидетельствует О попадании в зону предупреждения Газонефтеводопроявления В случае, если перелив продолжается Или накопленный объем больше допустимого Это свидетельствует О попадании в зону ликвидации Газонефтеводопроявления При прекращении циркуляции бурового раствора Проявления распознают По продолжающемуся Незатухающему движению бурового раствора В желобной системе Движение со снижающейся скоростью во времени Обусловлено влиянием сжимаемости И вязкоупругости бурового раствора При возникновении ситуации Когда уровень в скважине Упал ниже устья Необходимо доливать скважину до устья Буровым раствором В том числе облегченным Или водой И контролировать движение бурового раствора В желобной системе Наличие перелива Означает приток флюидов в скважину В зоне ликвидации Газонефтеводопроявления В этом случае приступают К ликвидации начавшегося проявления Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова